До концерта остается буквально несколько минут. Вы даже не можете представить, какая атмосфера сейчас за кулисами. Аккомпаниаторы готовятся, участники получают последнее составление от родителей и руководителей. И последний раз распеваются на сцене. Сейчас это генеральная репетиция. Сегодня очень важный день, потому что сегодня решится, кто будет представлять Белгородскую область на всероссийской площадке. Они готовы показать результаты своих упорных тренировок. Волнение очень сильно. Но сила есть, потому что я настроена к победе. Уверенность им придаёт хормейстер, их руководитель. Коллектив из Борисовки показал не только свои вокальные, но и артистические данные. Наталья Авдюкова считает, что именно так можно заинтересовать детей хоровым пением. Детей учу. Детки песенка не поётся, она играется. И вот они любят, очень любят играть дети. Хоровое пение им очень нравится. Мы берём разнообразные вещи, песни. На отборочном этапе одна песня должна звучать акапельно, ещё две на усмотрение участников. Исполнители коллектива села Октябрьского, Белгородского района разного возраста. И самое сложное для них прислушаться друг к другу так, чтобы мелодия оказалась единой. Слышать всех, чтобы делать это всё связанное и как одно целое, чтобы это звучало красиво. Да, конечно, когда ходишь дольше, это уже намного легче получается. Но наши все, даже малыши, они очень стараются, всё прекрасно у них получается. В пример юным участникам хор студенческий. Увлеклись академическим пением в коллективе БелГУ и участники из других стран. Хорошее для меня, да, познакомить новую культуру, новая культура и язык тоже. Первый раз, который я пою был в России, я никогда раньше пел. Сейчас это моя любовь. Оценить творческие коллективы приехала Ольга Ушакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель хоровой капеллы коллективов Москвы. Я впервые на Белгородской земле, и мне от этого ещё больше любопытно посмотреть, на каком уровне здесь хоровое искусство, хоровое творчество, хоровое исполнительство. Сегодня в Белгородской области идёт возрождение хорового пения. Ежегодно рождественские хоровые ассамблеи академического пения. Если вы, бывает, зайдите когда-нибудь, вы увидите, что залы в проходах стоят. Это говорит о том, что появляется интерес и у участников хоровых коллективов, и у публики. Хоровое пение молодеет, отмечают эксперты. Число увлечённых академическим пением детей выросло втрое. Сегодня их в регионе около 15 тысяч. Екатерина Ковалёва, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на мире Белогорья.